12 февраля на Семипалатинском полигоне провели испытания, очень сильные испытания. И мне позвонил неожиданно человек, который представился как летчик с военного аэродрома Чаган, который недалеко от Семипалатинска. И он сказал, что после взрыва из-под земли вырвалось облако радиоактивного газа несколько десятков километров фронтом, которое двинулось и прошло над поселком Чаган, где были их семьи летчиков. Там стояла эскадрилья, ориентированная на Америку и Китай, вот такая стратегическая авиация. И все, естественно, это увидели и почувствовали. дозиметры зашкалили у них у всех. Я спросил, что это первый раз у вас такое? Нет, говорит, это бывает взрывы. После взрывов подземных всегда случается выброс радиоактивных газов. Но руководство полигона всегда розу ветров рассчитывало так, чтобы это облако не шло на Чаган и на город Семипалатинск и другую. А в этот раз не рассчитали. А я был уверен с 1963 года, что подземные взрывы безопасны. Потому что в 1963 году произошел большой взрыв на Новой Земле сверхмощной бомбы какой-то, Хручев взорвал. После которого все физики забастовали и сказали, что уже и войны не надо атомной, потому что одних испытаний вот такой бомбы хватит, чтобы погубить все человечество. И они настояли на том, чтобы все правительства перевели испытания под землю. И с 1963 года мы были уверены, что все нормально, все хорошо. А оказывается, вот в феврале 1989 я узнал, что эти подземные взрывы выбрасывают радиоактивный газ большой. Я написал об этом сразу, как бы был в Верховном Совете, членом Верховного Совета СССР. Я потом призвал депутатов Верховного Совета Казахской СССР. там, я помню, Дмитрий Снегин, Саин Муратбеков, Хадар Мурзалиев. Они подписались, и мы послали такое письмо в президиум Верховного Совета СССР с сообщением о том, что вот такой взрыв произошел, и просьба прекратить эти сильные испытания. Пока эти испытания просили прекратить, через некоторое время, естественно, это письмо попало и Горбачеву. Горбачев позвонил Колбину. На самом деле, такое страшное испытание 12 февраля. Пусть мне сообщат с места из Семипалатинской области кто-нибудь. Ну, а кто там мог? Первый секретарь только. Колбин звонит первому секретарю. Говорит, вот такое поручение, обратитесь уже с письмом, где сообщите все эти данные по Семипалатинской области. И требуйте, чтобы они действительно постарались уменьшить такие сильные взрывы. Он написал, выполнил поручение Колбина и отправил адрес Горбачева, потому что первый секретарь никакого областного центра не может напрямую обращаться, не получив указания республиканского. Письмо это ушло. И комиссию определенную организовали. Быстро набрали из людей, из того же полигона комиссию посмотрело. Да нет, вроде все нормально. И наше правительство тоже получило такое сообщение, что все нормально. Мы зашли, и нам пришло, такая бумага пришла. Все замечательное. Такой рядовой случай произошел. Хорошо. Восемнадцатого новый взрыв. Еще более мощный. Ну, мы уже, естественно, были настроены определенным образом. Я выставил по телевидению. Тогда мне разрешалось разрешилось 10 минут прямого эфира. Ну, для других дел. Я решил воспользоваться этим прямым эфиром, потому что больше мне такого не давали, такой возможности. И сообщил обо всем этом, и призвал людей прийти в Союз писателей, потому что мы там будем проводить собрание, посвященное книголюбам какой-то, я уже не помню. Прийти туда, и мы поговорим именно на эту тему. И вот 28 февраля я пришел в Союз писателей. Я не смог сразу пройти, потому что Союз писателей был окружен толпой. Это первый был, первый митинг такой после Джель Токсана. Ну, все-таки я прошел, и весь зал, конференц-зал был полон, в коридорах люди были все. И тогда я сказал, что ну сколько можно, давайте будем требовать закрытия полигона, потому что холодная война, как нам говорят, закончилась. Соединенные Штаты и Советский Союз помирились, Горбачев об этом каждый день говорит. А для чего мы будем развивать ядерное оружие, против кого? Все, мир наступил, давайте готовиться к миру. И для начала прикроем наши полигоны, не только Семипалатинские, новую землю тоже надо остановить. движение мы обратились. Вот. И тогда на этом и самой конференции, она уже стала конференцией, учредительной, вот это собрание, было принято создать движение Неван Семипалатин. я сказал, вот наш полигон Джоэлсон, наш девиз, кто поддерживает, тот должен подписать. В тетрадке ученической присылать свою подпись, сообщение, фамилия, имя, отчасти, откуда. И мы получили в течение неполной недели более двух миллионов подписей казахстанцев только. Ох! Это наши члены антиядерного движения Невада Семипалатинская. Мы назвали не просто Семипалатинск, а Невада Семипалатинск, два главных полигона на земле, вот, они как сиамские близнецы. Если один из них заболеет, тогда и второму не поздоровится. Мы так считали и так постановили. И решили начать с себя сначала. Если мы остановим Семипалатинск, тогда и Невада остановится. Так и случилось. В 91-м году Семипалатинский полигон был закрыт официально. указом президента Назарбаева. Но в 89-м, в октябре 89-го года наши акции остановили испытания на Семипалатинском полигоне. Он безусловно, потому что когда мы возникли, я встречался с ним, он не мог как официальное лицо, он был премьер-министром тогда у нас, он не мог участвовать в наших митингах, в наших акциях, безусловно, но мы с ним говорили на эту тему, конечно. Он поддерживал, но мы об этом не говорили, не оглашали его действия. Это было правильно тогда, потому что это могло помешать ему, потому что мы выступили против военно-промышленного комплекса, самого мощного тогда в мире, я бы сказал. Но нам удалось. Мы в 89-м году из 18 запланированных взрывов остановили 11, подняв шахтеров, металлургов, очень много было всяких. И Верховный Совет СССР, в котором я выступал, безусловно, сильно поддерживал нас. Одно из первых проявлений именно народной демократии. Я называю этот период мигом демократии, который случился для Советского Союза тогда. Это 89-й год, 90-й и 91-й, вот так. Это миг демократии, которым мы хорошо воспользовались тогда. Не только мы, но и все демократические силы Советского Союза. Но мы были первыми в этом. Союза 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 Союза